Добро пожаловать на мой канал меню недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня покажу, как приготовить дома зефир из яблочного пюре, пектина и натурального растительного желирующего вещества агар-агара. Я замачиваю агар-агар в воде комнатной температуры и отставляю на время в сторону. Беру 4 средних яблока, мою, сушу, разрезаю пополам и удаляю из каждого семена. Вкладываю яблоки на тарелку срезами вниз и ставлю запекаться в микроволновую печь на 5-10 минут. Время зависит от сорта яблок, мне нужно получить мягкую серединку. Как только яблоки запекутся, мякоть аккуратно вынимаю ложкой из кожуры и перебиваю в гладкое пюре в блендере. Еще теплое яблочное пюре добавляю оба вида сахара, простой и ванильный, смешиваю и отставляю до полного остывания. Примерно через час, когда пюре уже полностью остынет, приступаю к варке сиропа. Кастрюлю с замоченным агар-агаром ставлю нагреваться, время от времени помешивая, чтобы агар растворился. Довожу почти до кипения и тогда высыпаю сахар. Хорошо перемешиваю все до однородного состояния и после этого довожу до кипения. Огонь убавляю до среднего и варю сироп еще примерно 5 минут. Он начинает бурно пузыриться, после чего снимаю с огня и отставляю на время в сторону, чтобы он немного остыл. Заранее достаю кондитерский мешок с насадкой в виде звездочки, потом на это не будет времени. Дальше перекладываю яблочное пюре в большую миску. Белок немного разбиваю вилкой. Где-то половину взбитого белка добавляю в яблочное пюре и взбиваю примерно минуты 3. Потом добавляю оставшийся белок и продолжаю взбивать до пышной густой массы. Теперь очередь горячего сиропа. Вливаю его тонкой струйкой, не переставая взбивать. И продолжаю взбивать еще минут 5 до густой массы. Так как агар-агар довольно быстро застывает, дальше я тоже делаю все очень быстро. Перекладываю зефирную массу в подготовленный мешочек с насадкой и выдавливаю в виде печенек на бумагу для выпечки. Оставляю зефир подсыхать. На это может понадобиться от 5 до 12 часов. За это время зефир покрывается тонкой сахарной корочкой. Для того, чтобы аккуратно снять зефир с бумаги, не повредив, обсыпаю его сахарной пудрой. Потом уже их можно склеить попарно. Это совсем легко. Основания все еще довольно липкие. Зефир готов! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok